радио 54 началось все с хип-хопа вообще все начиналось с батлов раньше было модно интернет батл там все батлись и так далее ну где-то примерно там лет восемь-десять назад вот и ребята у меня сделали студию свою сами и меня позвали к ним ну просто там тусоваться с ними вот и они записывали трек на battle и сказали о почему бы не записаться да не женский вокал а прям свою песню записать на battle вместе с ними то есть как отдельный исполнитель вот они ты хорошо поешь там у тебя есть таланты давай попробуем я хорошо но давайте попробуем и все закрутила завертелась я записала первый трек меня пропустили дальше 2 3 4 и по итогу я выиграл этот battle и ребята которые уже несколько лет занимались как бы они остались немножко вы сами как-то расценивать то есть как новичкам везет или все-таки у вас было с детства какое-то стремление к музыке стихи когда начали писать наверное стихи начала писать вот именно в тот период а вокалом я занималась когда была маленькая меня родители водили это был бокал и танцы да чтобы ребенок развивался вот ходила на вокал наверно пару лет и потом я как-то так не помню уже как получилось в общем я перестала этим заниматься хотя хочу сейчас снова возобновить эти уроки хотите пойти в музыкальную школу нет музыкальную школу наверное просто подтянуть вокал все равно правильное дыхание это очень важно для любого артиста вот потому что на сцене допустим если выступать уже где-то это немножко сложно вот сказать что мария вообще из музыкальной семьи ее двоюродный брат ее известный исполнитель элджей вот вы как-то ну когда занимались музыкой опирались на его творчество его у вас вообще разные взгляды на музыку нет я не опиралась например на период у нас был одна одновременно когда мы начали этим заниматься там разница может быть год нет не опиралась потому что наверное все таки женское творчество да и творчество да мужское но немножко отличается все таки вот наверное как-то и по исполнению попадачи вот но и все таки две разных головы да да вы ему показываете свои песни да конечно показываю что говорит на ну дает какие-то такие советы он же уже да он же уже дают советы да то есть все по делу никаких нету предвзятых отношений серии того что это моя сестра там куда мне нравится нет такого нет если не нравится то не нравится если нравится то он об этом говорит вот но когда попа присоединились другие дэнс поп-хаус а вы кстати насчет дэнсом вы еще и танцуете может быть нет нет я танцевала когда была маленькая тоже на баттлах да нет ну на баттлах там обычно все таки качают руками да поэтому и нет особо там не танцуют то есть экспериментировали со стилями с разными да на тот момент когда этим занималась очень плотно это был в основном хип-хоп но может быть где-то было какое-то вокальное исполнение но не более того потому что тогда был такой хип-хоп андеграунд это было все не так модно например как сейчас вот дэнс-музыка такая серия там рэнби может быть что-то такое такого новая стиля в вашем творчестве это все-таки дань моде времени или вы просто почувствовали что вот хотите нет я почувствовал это не не то что потому что я вот потому что все так делают и я давайте тоже вот со всеми нет потому что ну наверное мне это по душе вот выросла в чем-то в любом случае тот опыт который у меня был для меня он сыграл огромную роль потому что все таки багаж за спиной он дает очень многое на будущее давайте уже в качестве примера послушаем а то мы все в теории обсуждаем разные стили обсуждаем и хочется проиллюстрировать да называется проект уже полетай просто да то есть это не просто мария полетай а это уже просто полетай да ну вообще да я хочу это сделать как проект полетай да а название еще прежде чем начнем слушать может быть расскажите как она родилась трек трек называется time как родилась как полетай а полетай как родилась значит у меня я ломала голову я не знала что в общем придумали да у меня вот было такое а потом я просто не задумывалась об этом и как-то у меня спросили а с чем у тебя музыка вообще ассоциируется ну вот твоя которую ты делаешь я говорю я не знаю с каким-то полетом наверное и я такая оп и зацепилась просто и причем когда ты сидишь думаешь ничего ничего не получается да конечно а когда-то все происходит в такой момент ну в расслабленно легко спонтанно расслабленно да я такая ну блин с таким каким-то полетом вот как раз трек который будет сейчас играть time он как раз и это такая как сказать в общем это отсылка к моему псевдониму вот здесь будет понять да-да-да-да Мария Полетай в студии Радио 54. Отлично полетали. Клип на эту песню начинается с того, что Мария сделала в полиции на Марию Полетай. Полетала. Да, да, да. У вас образ такой плохой девчонки? Или это просто задумка для клипа? Ну, такая идея, да. Ну, я, конечно, не прям совсем плохая девчонка, но что-то есть. А через все творчество или это только для этой песни? Ну, оно такое, я даже не знаю. Нет, ну не на все, наверное, творчество. У меня есть еще такие нежные песни. Ванильки? Да, да, да. Хочется все-таки, да, девчачья нежность, все такое. Да, но все-таки дерзкого больше. Есть больше дерзкого. Вот во вдохновении же очень часто в таком творчестве о любви мотивация либо счастливая любовь, либо несчастная. У вас-то есть что-то такое? У меня мотивация, на данный момент у меня нет любви, вот, но у меня мотивация это люди. То есть иногда наблюдаешь за кем-то, это могут быть твои друзья или просто какие-то прохожие, и ты видишь эту историю. И эта история рождается в голове уже как песня. Вот, поэтому если нету своих эмоций, я беру эти эмоции от людей. Вот и все. Да. И вы как бы проецируете на себя, получается? Да, и проецирую на себя, да. До рекламы слушали трек Марии Таи. Есть на него клип, можете и ознакомиться. На канале Марии на Ютьюбе мы уже это сделали. Классный клип «Дорог-богато». Мария на тачке по ночному городу такая. Бэтгерл. Она рассказала интересную историю, как клип родился, как она тачку нашла. Расскажите, пожалуйста. Это вот человек вообще простой, по-свойски прям взяла и нашла. Тачку, давайте. Ну, конечно. В общем, у нас отменилась машина, которая должна была быть другая тачка. В общем, не вот эта классная белая, а другая очень классная красная. Вот. И у нас уже начались съемки утром, а вечером нужна была машина, чтобы продолжить. И машина отменилась благополучно. Вот, я в расстройстве, естественно. И я припарковалась, значит, рядом с этой машиной, чисто случайно. И мне, значит, друг говорит, Маша, смотри, какая тачка. Говорит, прям, как ты хотела. Я говорю, ты что, что делать-то? У меня паника, естественно. Вот. И он говорит, подойди, подойди, попроси. Я думала, ну, а почему бы и нет? Я подошла, попросила. В общем, значит, я открываю дверь, там сидит такой мужчина. Солидный, строгий, да, серьезный. Строгий, да. Своей фирмой она подробно рассказывала, конечно. Мы так рассказывали. Ну, да, в общем. Чтобы он не обиделся. Он очень похож на бандита. Я, значит, не побоялась, подошла и говорю, нам нужна ваша тачка. В общем, он не понял сначала, что мы от него просили. Выходи из тачки, я говорю. Да, 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 как в ГТА, типа, выходи из тачки. Вот. Ну, не, не так было. Вот. И он говорит, что вам нужно вообще от меня, от моей машины? Я ему говорю, мы снимаем клип, вот. И у вас машина вот такая, какая нам нужна. Он сказал, ну, не вопрос, позвоните мне вечером. Все, я, значит, весь день у меня на нервах. Я жду, жду, жду. Я ему набираю. Он говорит, да, хорошо, окей. В общем, мне самому интересно посмотреть. Вообще, никогда в этом не участвовал. Вот. И он с нами поехал, мы встретились. И четыре часа вот мы снимали примерно вот эту вот сцену. Понимаете, главное... Просто так, можно, да, скажем? Понимаете, главное разговаривать. Мы же люди у нас есть... Понимаете, вот так вот, малобюджетные клипы снимаются. Мы же, да, мы же можем общаться. Просто так. Надо подойти и попросить, и все по-человечески, конечно. Спасибо. Просто, ну, как просто так. Просто Мария красивая. Нет, на самом деле, очень круто, что есть «Добрые люди», потому что, на самом деле, не все делается за деньги. Ну, конечно. Вот. Всегда нужно общаться, сотрудничать. Надо сказать, что, Мария, заинтересовались в столице после прослушивания какого трека? Вот как раз, который мы послушали, да? Как раз, да, который мы послушали. Да, ну, вообще слушали весь материал, который есть, вот. Но эта композиция понравилась больше. Вы будете согласны что-то поменять, если вас попросят? Вообще, как в написании песен, часто что-то меняете? Или вот как родилась она с первого раза, так и получается? Нет, меняю вообще постоянно. Потому что родиться она может буквально очень быстро, иногда бывает и долго. Но если нуждается очень быстро, все равно нужно что-то редактировать. Дорабатывать. Да, потому что, грубо говоря, это такой черновик. Ты накидал, вот так по-быстрому, иногда это бывает даже в пробке. Пальцем шевелит, я чувствую, что на телефоне она накидывает. Да, нет, да, на самом деле, да, в заметках в айфоне. Либо на диктофон, чтобы мотив, например, какой-то запомнить, ты напеваешь. Это иногда бывает даже в пробке. Вот я стою там, например, на мосту где-нибудь в пробке, и все, я что-то такое вот... Вдохновение застает вас врасплох. Да, и можно написать буквально там 2-3 какие-то строчки, а дальше уже раскрутить это тело вечерком. А дальше уже бит, как мы слушали. Давай, Полит, тайм, 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 тайм. Да, ну... Можно заездить несколько строчек. Вот практически, с табиком, и песенка готова. Я, кстати, любитель под музыку больше писать. То есть, на самом деле, это немножко плохо. Сначала мотивчик, потом слова появляются. Да, сначала мотивчик, потом вот я люблю под этот мотивчик украсить. А почему это плохо? А что плохого? Я не знаю, мне кажется, нужно наоборот делать. Но может, это мое сугубо личное мнение, вот. Потому что все, кстати, артисты работают по-разному. Ну, у меня как-то это так получается. Ну, может, еще послушаем трек? Давайте. Тогда, да? Давай, ну, давайте. Что это будет за песня? Это будет трек «Неоновый бред». Кстати, этот трек был записан первый, спустя 4-5-летнего моего перерыва. Вот. И он прям просто зашел вообще. Вконтакте очень много просмотров, прослушиваний, и я была в шоке. Так что, ну, это очень послушаем. Неоновый бред, бред, нет, нет. Я отключу телефон, да хоть дозвонись, он недоступен, и все, ну и что? Текилла и ром мне бармы нальет. Ты мне так хорошо, хорошо, хорошо бы остановиться. Но эти странные лица, взгляды фиксы, вот раствориться бы. Танцуй, 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 пока можешь. Танцуй, говорю тебе, мы только вдвоем. И ты ночью запомни, мы только вдвоем. Неоновый бред, бред, нет, нет. Нас закутал свет, свет, нет, нет. Неоновый бред, бред, нет, нет. Нас окутал свет Свет Нет Нет Тает на губах моя любовь еле-еле Мы с тобой прикованы к одной постели Да, я в твой мир пришла не на неделю Это не игра какой-то, суки А на самом деле вдох, вдох Сделай побольше, уведи меня отсюда Без тебя мне так тошно Бред Бред Нет Нет Нас окутал свет Свет Нет Нет Не он, а вы Мария Политая у нас в студии Радио 54 Ну что? Мы хотели поговорить о вдохновении еще немного с Марией Как первую песню, помните? Да, помню, ужас Она так называлась, ужас? Не, не так, она как раз была вот на батл тогда, первый раз, как я уже рассказывала Да, это самая песня О чем? Ну вообще на батлах... Пару строчек сможете в способе произвести вспомнить, чтобы мы понимали, с чего началось творчество Марией Политой? На батлах, в общем, там нужно оппонента унизить Так Вот Какую-нибудь самую цензурную строчечку Самую цензурную? Да, окей, ладно Все любят подороже, а я подорожник классику Я накидаю вам как, Вася, видите, классику Так, классно Подорожник сюда попал, отлично Подорожник, да Я очень раньше его любила Я решила как бы рассказать К слову о том, что вы любили и кого Есть какие-то совместные проекты с другими артистами и планируется или что-то такое? Да, есть совместная работа с моим очень хорошим другом Она не так давно вышла, ну, наверное, в конце января, по-моему, вот Панда Я, очень крутой исполнитель, я тоже недавно начал Мы тогда вместе, кстати, работали, еще давно У него такое новое возрождение Очень крутой исполнитель, я думаю, еще о нем услышат И пользуясь случаем, Мария хотела... Да, пользуясь случаем, я хотела поздравить своего младшего братика Данила С днем рождения, я тебя очень люблю, мой дорогой Я желаю тебе творческих успехов и топи до конца Это родной брат? Это... нет, это двое родное Это тоже двое родное Специально для младшего брата Марии Это наш брат, да А, это младший брат Элджея, да? Да, да, да И тоже ваш двое родное брат Ну, все Ну, одна семья, как бы, да, все смешано там Я Марии желаю, чтобы в следующий раз, когда там ее пригласили на радио Не говорили, что это сестра двое родное Элджея А всем говорили, наоборот, Элджея, когда приглашали на радио, говорили А, это младший брат Это же, да, это Мария, да, полетай, брат Да ладно, мы желаем им обоим обязательно больших успехов Чтобы независимо друг от друга у них была большая аудитория И, кстати, к слову об аудитории Для наших слушателей Благодарна передача, благодарны слушатели Мы желаем вам удачи Спасибо, что пришли Спасибо, что пришли Спасибо, что пришли, Мария Напоследок нам забавный случай из жизни Компромат собираем на звезд будущих Ага, я была маленькая Значит, мы поехали на моторные лодки У меня дедушка, в общем, водит моторную лодку Мы поехали на остров отдохнуть с палатками В общем, мы поехали и моторная лодка У нас мотор сам запутался в сетях Ой, да, была очень страшная ситуация Конкурс Да, я была совсем маленькая Мне было, может быть, года 3-4 Вот, и он полез, естественно, он нырнул Нас спасать, в общем И я, недолго думая, кричу Дедушка, дедушка Ты скажи, пожалуйста, если вдруг ты утонешь Молодец, Мария Мария Полетай была у нас в гостях Поэт, композитор, автор, исполнитель собственных песен Спасибо, спасибо, Мария Спасибо вам большое Твой дом, твоя область Новосибирск 106,2 FM